Более года назад я играл в такой хардкорный мод, как The Long Road. Вам нравилось на это смотреть, но в какой-то момент я забросил его. Не помню уже, с чем это связано, но на протяжении года, в том или ином количестве, я получал от вас запросы на то, чтобы я снова в него поиграл. Что ж, давайте попробуем, и если вам понравится, то пройдём полностью. Налейте себе чего-нибудь попить, и приятного просмотра. The Long Road. Наконец-то вернулся сюда спустя год, чёрт возьми. Целый год прошёл с последней серии, и я подумал, почему бы не попробовать снова? А давай, новая игра, версия, как видите, от 28 октября 2019 года. Поехали. Новая игра, и конечно, самая высокая сложность, как вы любите, чтобы я страдал по максимуму. Если честно, не очень помню, почему в прошлый раз я перестал снимать этот мод. Вроде как я его удалил, чтобы поставить другой, а там сейвы мне сохранить не удалось. Не помню, не помню, в общем, что случилось. Но я увидел, что есть даже сейчас, спустя год, запросы. Мне кто-то пишет, а почему ты перестал проходить The Long Road? А давай попробуем, а давай, ну хорошо, давай попробуем. Игра сохранена, найти дорогу к городу, проверить правдивость легенды, кланда и картефактов. Я хочу кушать, я скиталец, и у меня ничего нет, кроме брони, детектора и пистолета с нулём патронов. Всё, как и было когда-то. Спички подбирать я не могу, поэтому просто бегу на Скадовск. Именно туда мне и надо в первую очередь, по крайней мере, как мне кажется. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто тут впервые. Год назад я играл в такую модификацию, как The Long Road. Это хардкорная модификация, которая, ну, не оставляет тебе никаких шансов. У тебя быстро кончается выносливость. Ты хочешь кушать, ты ранимое хрупкое существо, которое, если куснёт собака, то... Ничего хорошего с тобой не будет. Лично я считаю самой главной жёсткой фишкой данного мода, что сохраняться можно только в определённых местах. В так называемых безопасных с... Ну всё. Ну вот и всё. Я попался. При этом ножом их замочить не представляется возможным. Смотри, подлюки какие. Смотри, какая она изворотливая тварина. Опа, минус одна. Так, вторую, может, тоже тогда? Стой, стой, тварь. Всё, я её уничтожил. И при этом у меня, как бы, кровотечение, которое никак не останавливается. Оно зелёное, ну, можно помолиться и понадеяться, что оно остановится. Но я думаю, что я всё-таки труп. Да, я не умер с одного укуса, но сам Витя, проблема мне это доставила неимоверная. Всё, похоже, да, действительно придётся перезагружаться. Я просто даже не закончил вступление и уже завалил этот сейф, эту новую игру. И мне опять придётся начинать новую. Ну, ладно, давай я уже погибну и тогда в таком случае. Он хочет ещё и жрать, и чё только он не хочет. Ну, давай. Получилось вот так. Загружаем начало пути. И теперь надо как-то обойти этих собак. Мод весит мало. Поэтому, если вы хотите, то можете себе скачать. Ставится на оригинальный зп. Я вот поставил на стим-версию, всё прекрасно. И вот чё-то мне надо теперь делать с собаками. Как-то их оббежать, как-то их обойти. Не попасться им на глаза. Блин, я сейчас стыкаю в 5 по привычке. Но нет никаких сейфов. Если честно, данная фишка, на самом деле, она неплоха. Ты действительно боишься за свою жизнь. А это самое главное в модах на выживание. Тебе страшно погибнуть. Ты знаешь, что ты отгрузишься. Тебе придётся всё переигрывать. Поэтому, да, определённо это плюс. Ладно, увидимся на Скадовске. Вот он, Скадовск. Виднеется уже. На горизонте. Я на полпути к нему. Даже больше, чем на полпути. Вот он, вот он, Скадовск. Ну же. Надеюсь, сейчас никакая собака из кустов не выпрыгнет. Я реально долго шёл. Знаете, как-то такое себе. Идёшь, молчишь. Разумеется, я не буду пользоваться никакими облегчениями. Абсолютно там не... Ничего ставить не буду. Вот я как выбрал сложность выживания в самом начале, я так и буду играть. Кстати, опять-таки. У моего главного героя уменьшена скорость. Смотрите, с какой скоростью он идёт. А бежит. А бежать он что-то не может, что ли? Вот как он бежит. В общем-то, тоже, как видите, не особо-то и быстро. Плюс из-за того, что у меня сильно голод, замедляется восстановление выносливости. Что, конечно же, правильно. Ладно, наконец-то. Заходим в безопасную зону. Закрываем дверь. Всё. Я в безопасности. И появляется значок. Только сейчас я могу сохраниться. Ты представляешь? Вот этот путь я проделал и только сейчас сохранился. Ладно, что у нас тут? Сразу подбираем всё, что у ребят есть на столе. Потому что выживание, сами понимаете. Была тяжёлая ходка. Давай в другой раз. Да ты мне не нужен. Я вот за хлебом пришёл. Который я сейчас же скушаю. И тут же скушаю консервную баночку. Всё. Теперь всё отлично. В носу, кстати, нормально восстанавливается. И даже если я бегу, она кончается не очень быстро. Но всё же кончается. Ещё что-то есть у вас, ребят? Ты, кстати, волк? Нет, это Спартак. Также тут присутствует энергетик. И в принципе, по еде тут больше ничего. Новые лица в нашем захолустье? Звать-то тебя как, бедолага? Чего без снаряги разгуливаешь? Скиталец. Попался на глаза патруля военных. Когда через блокпост пробирался. Пока делал ноги, растерял почти все свои пожитки. Но ничего, скиталец. Главное, что жив остался. А снаряжение делал наживное. Я борода. Тут уж не бармен. Понадобятся работы или вопросы, какие будут? Подходи ко мне. Мне нужен личный ящик. Есть что на примете. В общем, тут есть личные ящики. Но я не очень понял, зачем он мне. Если тут на втором этаже лежит такой ящик. А, он заблокирован. Его надо вот покупать-то. Прикинь, чтобы хранить хабар, надо покупать ящик. Так ещё и за это платить нехилые деньги. Вот так. Не всё так просто, как ты думал. Что по поводу работы? Зем-снаряд свечения. Ещё и водку-казаки дал, чтобы я вывел сабердиацию. В общем, ребята, такая ситуация. Основного сюжета ЗП тут нет. Но есть некоторые второстепенные квесты. И некоторые из них изменены. Также есть совсем новые второстепенные квесты, которые там в оригинале их и не было. А самые главные квесты, ну это вот, как и вначале мы видели, найти дорогу к городу и проверить правдивость легенды Кландайк артефактов. Ну что, давай поговорим с кем-нибудь тут ещё? Приветствую. Не знаешь, как добраться до Припяти. Если б знал, меня бы тут уже не было. Понял. Здорово, мужик. Я Гонта, капитан охотничьей группы. По заказу отстреливаем мутантов. Трофей добываем. А ты? Скитальцем кличут. Слушай, скиталец, ты сорок увидел? Знаешь, такого нет? Так вот, если встретишь эту мразь, можешь со спокойной совестью влепить ему пулю в голову. А если узнаешь, где он обитается, и сообщишь мне, я в долгу не останусь. Чем тебе сорока насорил, мы знаем, ребята. Не будем это всё перечитывать. Сороку мы, если встретим, конечно, сдадим. Чем ещё могу помочь твоей группе? Нет новостей от Майрона. Охотник? Нет, не охотник. Встретил тут мальца какого-то из бывалых. Сюда его довёл. Всё, возле нашей группы ошивался. Помогал нам по мелочи. Хороший парень. Ну уж больно наивный. Так что случилось-то? Говорю же, пропал он куда-то. На днях они с сорокой в карты играли. Я уже дремал, но понял, что сорока продул парню кругленькую сумму, а отдать долг не может. Денег с собой нет. Тогда он Майрону координаты своей нычки скинул. Говорит, хабара там достаточно. Долг покрыть. Долг покрыть и ещё останется. Принёк сразу бежать. К нычке хотел. До гармата его не пустил. Всё равно, говорит, завтра как химеру завалим, туда все и сходим. Ну а как там с химерой получилось, ты уже знаешь. Знаю. Мне просто опасно, потому что это пещера, а там житель интересный один. Ошивается. У нас вот есть тремор. У него одна аптечка 500 рублей. Антирад 500 рублей. Бинт 300 рублей. У меня он ничего не покупает. И денег у меня тоже абсолютно никаких нет. Хоть бы что-то дали. Есть для меня работа. В общем, надо проверить место, где потерялся сталкер. Я так небрежно читаю сейчас диалоги, потому что я их уже читал когда-то год назад. Поэтому как бы да. Кому интересно, можете пересмотреть, что там было. Но в принципе не советую. Раз уж мы начали новую игру, думаю, вы ничего особо не потеряете. 15 тысяч стоит костюм вот такой хороший, который мне и нужен. А патроны, допустим, к моему, 300 рублей. 20 патронов. А мне бы обрез. Да патрончик к нему. 500 рублей 10 дроби. Ладно. Шустрый тоже ездит, и что? Здорово, ты от Ганты? Извини, заказ на дробовик еще не готов. Завтра подходи. От Ганты? Нет, просто осматриваюсь тут. Скиталец. Скиталец? Обознался, значит. Я Шустрый. Обычно ко мне обращаются за уникальным снаряжением. Добывая редкие модели оружия, защитные и боевые костюмы. Каждая вещь проверяется мной лично, так что качество гарантировано. Можно у него сделать заказ? Экзоскелет даже? В настоящий момент выполнить этот заказ невозможно. Экзоскелет это тебе не пирожки, на каждом углу не продаются. Ты понял, да? Ладно, нет проблем. Что у нас еще? Да все, в принципе, я понабрал тут квестов, поговорил со всеми. И ближайшее задание, это, конечно, Майрон, но туда я не полезу. Скорее всего, я пойду за свечением. Правда, меня может поразить радиация. Ой-ой-ой-ой. О, кардан, тебе нужны инструменты? А как же? Техника штука такая, постоянно внимания требует. Так, если принесешь толковый шелезяк, покажу, что такое настоящая модернизация. Ну и понятно, копейку-другую выручишь. Задание не появилось, но можно принести, в общем-то, понятно. Прокачка моего костюма стоит не таких уж космических денег. Починка, в принципе, тоже. Но, опять-таки, я еще ни копейки не заработал, да? В общем, сохраняемся. И погнали пешком до свечения, скорее всего. Блин, у меня же вообще ничего нет. Надо еще понять, остались ли тут оригинальные тайники. Я не помню, проверял ли я это год назад. Если проверял, то я уже... Все, теперь можно достать оружие. Ну да, с нулем патронов. Погода солнечная в зоне. Значит, все должно быть хорошо. В общем, мод стабильный. Вылетов практически нет. ФПС держится прекрасно. Если у вас слабая машина, и вы хотите пострадать, что ли, так скажем, то, еще раз говорю, качайте. Ну, а я скажу так. Я хотел бы пройти этот мод, но он сложный. Ну, понятно, да? Не правда ли? Он очень сложный. И очень много усилий надо приложить к тому, чтобы его пройти. Ай, блин, слушай, а я не посмотрел, там у медика нет ли аптечек на Скадовске. Ладно, так вот. Если вы поддержите это видео, то я возьмусь серьезно и полностью пройду. Если я увижу, что действительно это вы хотите. Я не буду какую-то там называть цифру лайков, там столько-то наберите, столько-то. Скажу так. Просто поставьте лайк, если вы хотите, чтобы я это проходил далее, снимал. Прошел полностью этот мод, добрался там до Припяти. Каландайк артефактов, все такое. Оцените видео. Напишите комментарий какой-то. Прошел целый год с последней серии, и на этот раз я настроен серьезно. Но только, опять-таки, если это нужно вам. Так, что у нас тут? Тут ничего. Вообще, может быть, я зря конкретно в это место пошел. Сейчас поймем почему. Опа! Вот тут вообще нет права на ошибку. Я иногда падаю между этих двух плит. И это неприятно. Учитывая, что там аномалия. Тут, кстати, есть артефакт. Давай-давай, проходи. Все, радиация очень сильная. Придется выпить водку, извините. Ну, а что теперь делать? Подбираем это. И падаем вниз. Так, я тут. Но тут же собака появилась. Причем это пси, что ли, собака? А, ну давай, иди, иди. Я ее, короче, попробую ножом замочить. Ох, то-то-то-то-то-то. Ну все, гейм овер. Ребятушки, загружа... А, у меня есть сейв, источник странного свечения. Это остальные сейвы. Они не рабочие, это сейвы с CGM. Поэтому не обращайте внимания. Я просто ударил CGM и поставил сверху этот мод. Ну, пока вроде все хорошо. Ну да, мне было впадлу перекачивать ZP в стиме. Но благо есть автосохранение. Это плюс. Это круто. Хотя бы на этом большое спасибо. Однако не думаю, что у меня есть шанс. Потому что та собака-тварина, она требует, походу, два удара по себе, да? Давай, 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 иди сюда. Наверное, я мог бы спрыгнуть в воду и по воде уйти. В принципе, с другой стороны, да? А ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Ах, ты тварь! Так, ну все, она меня опять куснула. У меня снова сильное кровотечение. Если я от зеленого умер, то уж от такого точно умру. Ах, ты тварь! Я же три раза в нее попал сейчас на этот раз. Ладно, все хорошо, я ее замочил. Идем обратно. Она тут одна? Она тут одна. Ты прикинь, вот ножом. Ножом против такой твари. Так, по радиации у меня вроде пока все нормально. Ах, это что такое? Это что такое? Тварь, я три раза по ней попал только что, и ей норм. Четыре. Это уже не смешно. Я сколько? Раз четыре или пять попал? Может, я в какую-то область попадал? Ладно, давай еще выведем радиацию, потому что у меня совсем уже начались траблы. Плюс выпьем энергетик, который восстанавливает выносливость. Радиация вроде совсем пропала. Короче, их две. А я тогда думал одна, обрадовался уже. Ай, что такое? Выброс? Ах, 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 ах. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и чё, ребят? Что скажете по этой ситуации? Мостовец кончается со скоростью света из-за того, что я хочу кушать. Да, у меня есть энергетик, который вроде как должен сейчас действовать. Блин, какая жесть, а. Я не успею добежать. Вот тебе и хардкор-мод. Ай, кабаны! Рядом кабаны где-то. А! Всё, всё. Это невозможно. Я никак не убегу, ребята. Найден источник странного свечения. Я не смогу убежать. А-а-а. Всё, выброс начался. Первый удар. Я уже не знаю, какая это попытка. Меня собаки мочат, то ещё что-то. Только кабаны поганые. Вон они, вон они там тусуются. Я стараюсь их оббегать за 3 километра. Надеюсь, не заметят меня. Вот он, скадовск. Но я прям чувствую, что всё. Я никак не успею. Я ещё собак каких-то вокруг слышу. Попробуем идти хотя бы пешком. Скад, ну давай, ну пожалуйста, беги. Ну немножко осталось. Вот он, вот он, скадовск. Хотя бы первое задание выполним. Хотя бы какие-то получим деньги. Патроны, хоть что-то. Но сирена, во всяком случае, пока не воет. Чё, у меня кончилось действие энергетика? Вроде не кончилось. Всё, всё, не беги. Аккуратненько, почти дошли. Вот дверь. Я на это потратил уйму времени. Я чувствую, что серии по этому моду, они в принципе будут не длинные. Потому что огромная часть времени будет тратиться на то, чтобы ходить, повторять попытки и всякое такое. Всё, отлично. Фух, я на скадовске. Сохраняемся давай сразу. Хоть и выброс идёт, но всё равно. Вот артефакт. Аптечка, внимание. Аптечка, чёрт возьми. Вот казаки и тысяча рублей. Надо же. Ну и всё. Он ещё артефакты по заказу даёт. Вряд ли сейчас потянешь заказы без детектора Велес. Подходи, как будет нужное оборудование. Ясно, меня ещё и дискриминируют. Радиация у меня прошла, но кушать всё ещё хочется. У меня ни булки, ничего. И тут выброс становится. А чё делать, да? А булку надо брать по-любому. Одна булка 40 рублей, в принципе, недорого. Но ещё я и в походе захочу кушать. Так у него там, смотри, всякие энергетики. А ну, я не дотягиваюсь. А могу как-то запрыгнуть? А ну, смотри, а вот если я, ну, знаете, этот способ читерс... Ну как, я не знаю, он читерский. Но он, конечно, как-то плохо кидает броню. Как мне надо, ещё и не двигает её. А вот сейчас сдвинул. Короче, я стою на броню и типа... Нет, не получится никак. Неа. Ладно. Придётся булку хлеба покупать. Далее, что у тебя тут? О, у него тут есть аптечка и бинт. Ну, прикинь. А я их не заметил сразу. А вот, надо бы. Итак, у нас 1000 рублей, которые я как-то должен распределить. Сейчас мне нужно идти очень далеко. Потому что сюда я не пойду. Я думаю, я всё ещё не готов ко встрече с контролёром. Поэтому я пойду сюда. Там разведчик. Надо его обыскать и забрать с него какую-то информацию. Время 12 часов по игре. С тебя я возьму, пожалуй. Ну, давай, наверное, вот так вот. Три бутылки хлеба. Одну сразу используем, чтобы выносливость быстро не кончалась. И, наверное, какие-то патроны будем покупать моему замечательному пистолету. Самые дешёвые патроны. Охренеть. 300 рублей. 20 патронов. Давай купим 40. Это 600 рублей. И что? И, в принципе, всё. Ещё бы я, наверное, купил энергетоз какой-то. На всякий случай. 200 рублей. Ну, и ещё пару булок хлеба. Вот и всё. Минус 1000 рублей. Я считаю, что я их правильно потратил. Можете меня ругать, говорить. Но я считаю, что всё нормально. Сохранился. Теперь идём, как я и говорил ранее, к разведчику. Найти сталкера. Вот этот квест. Он, конечно, баган. Он, конечно, вот если приблизить, не отмечается. Но, в целом, как бы понятно, где его искать. И всё, погнали. Да, конечно. Ну, хотя бы у нас теперь есть патроны. Если что, можно отбиться от каких-то тварей. Я так понимаю, тут главные противники. Это именно мутанты. А лучше всего нам будет как? Да вот так вот и обойдём. Конечно, по пути мы к Майрону зайдём. Но сказал, я не полезу в пещеру ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, пока. Единственный момент, когда я могу это сделать, это когда у меня появится наконец-то какая-то граната. F1, допустим. Вот тогда, да, я её туда кидану. И, может быть, удачно. И, может быть, замочу этого контролёра. Ну, и сразу покажу тем, кто мне будет писать в комментариях. Да там дробовик лежит. А вон там винторез. Тут разраб всё убрал. Тайников тут таких нет. Тут какие-то другие тайники. В других местах всё такое. Ой, там собаки. А-ха-ха! Ну, чё, нормально всё? Потратил 6 патронов. Или сколько? 7. И это плохо, чёрт возьми. Потому что у меня сейчас каждый патрон на вес золота. Ну, ладно, пойдём. Итак, вот пещера с майорном, с кровососом, с контролёром. А вот куст, в котором должен лежать дробовик. Опачки, ничего нет. А вот другой куст, да, если мне скажут. Тот, третий, десяток, куст, пятый. Короче, успокойтесь, ребят. Нету тут никаких дробовиков. Всё. И все оригинальные тайники, которые были в ЗП, тут отсутствуют. Ну, понятно, это же хардкор-мод. Кто тут тебе оставит дробовик? А вон там, не знаю, ТРС-очка, вон там калаш, вон там СВУ. Ну, ты чё? Всё, братишка. Своими руками давай. Ходи, делай, чё хочешь. Да, собаки, конечно, твари, сожрали патроны. У меня был выбор, либо мочить их ножом, но при этом получить укус. И потратить аптечку, и бинт, возможно, даже. Либо я просто потрачу патроны, и... Ну, выбор я сделал. Главное, чтобы опять выброс никакой не начался, пока я буду идти. Хотя, вроде, они не такие частые. Опа, а чё это там такое? Там крест покойного сталкера. Угу. Сдалека было похоже на человека, вот я и обратил внимание. Так, нужно идти вот так, напрямик. Я не знаю, можно ли идти через воду. Соответственно, надо быть осторожным. И давай посмотрим, что у нас тут. Просто коробка. Я бы даже, наверное, вот так обошёл. Никаких автозахватов тут, кстати, нет. То есть, если я не увижу своими глазами мутантов, то это мои проблемы. Слушай, что-то в этом моде есть, да? Вот он не какой-то грандиозный, типа там, мизери, где там нужно контейнер для артефактов, всякое такое, да, там. Или ДТР, где там таблетки нужно от поноса, от всего принимать. Тут такого нет. Но чё-то в нём есть притягательное, интересное. Ну и я пошёл через воду. Вроде значок радиации не появляется, и я перешёл. О, он захотел жрать. Всё-таки правильно я сделал, что накупил булок. Слушай, да я любитель поесть, даже так в реальной жизни часто не хочу кушать. Но опять-таки надо понимать, что тут игровое время. То есть, по игровому времени, наверное, уже час назад или полчаса назад вышел со Скадовска. Ну, наверное, полчаса есть. Но вот он захотел кушать спустя полчаса. Всё равно что-то это. Быстро. Ладно, я уже почти дошёл. Я стараюсь прислушиваться, даже звук выкрутил. На случай, если вдалеке собака заскулит, я её сразу услышу. Но вроде как пока тихо. Итак, мы приближаемся к месту. Где-то там потерялся разведчик. Живности не вижу. Патроны есть, пистолет наготове. Смотрим. Опа-на. А вот это уже интересно. Они же меня не заметят. И вот как мне с ними быть? Разведчик где-то там. За теми кустами. С кабанами мне ни в коем случае нельзя пересекаться. Я сейчас, наверное, попробую очень сильно оббежать. Вот по какой-то такой дуге сильной. Но ни в коем случае мне с ними нельзя пересекаться. Моих патронов не хватит на двух кабанов. Мне кажется, в одного там надо только магазин высадить. А там еще второе. А там еще и две плотики. Вот видите? Вот что делает выживание. Вот что делает хардкор. Вот что делает фича с сохранениями только на базе. Самое жесткое, я считаю, опять-таки. В том же ДТРе можно где угодно сохраняться. Хотя нет. Вроде там можно включить фишку. Только у костров, что ли, сохранение или что-то такое. Ну а можно и не включать, да? Если тебе жестко. А тут, если ты расплачешься, скажешь, да мне на это надоело. То нет. Все. Только на сейв-зонах. Ладно, я очень сильно оббежал кабанов. Я даже не слышу, как они хрюкают. Любое внимание ко мне, это смерть. Они где-то там за кустами сидят. Вот я и вижу разведчика. Он на камнях лежит. Потенциально я могу на камне забраться и, если что, отбиваться. Но опять-таки, хватит ли патронов. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Игра с хрена. Найден разведчик. И на том спасибо. Вот он разведчик. Он уже начал разлагаться. Лежит он тут давно. КПК. Случайно наткнулся на отряд наемников. Судя по тому, что удалось послушать, направляются к станции переработки отходов. По прибытию на место бойцы должны будут надежно спрятать кейс с некими документами на нижних уровнях, в канализации. Как разгребу оставшиеся дела, наведусь к Сычу. Глядишь, чё ценного отвали за полученные сведения. Лишь бы на зверё по пути не напороться. Ну и, как видите, напоролся. Ну что, как аккуратно пришли, так аккуратно и уходим. Блин, всё-таки, как же этот крест издалека видно? Он прям бросается в глаза. Всё, уходим. Самое главное, что сейф есть. Теперь идём домой. Я уже далеко отошёл от этого места. Вон кабанчики. Всё, отлично, я с ними не пересёкся. Где тут камень? А, так вот он. Смотри, где камень, а где кабаны. В принципе, мне сложно было с ними пересечься, но всё-таки ради безопасности я сделал такой крюк небольшой. Вот я сейчас слышу, как гавкаю собаки. Ну как бы эмбиент. И вот непонятно, это от настоящих собак звук исходит? Или всё-таки это просто общий фон? Ну что, тут пересечём эту лужу большую. Вроде она не радиоактивная, но если что, водка есть. Всё, отлично, я пересёк. Вот теперь бы не нарваться ни на кого, а? Вроде как я стараюсь идти по тому же пути, что я и шёл. Ох, мы благополучно нейтрализовали. Вот он, всё, Скадовск уже виднеется. Я его когда вижу, у меня так в душе хорошо, я прям чувствую, что вот сейчас дойду. А, и тут какая-то тварь, да, из кустов выбегает. Здрасте. Вот покойные собачки, с которыми я в прошлый раз разделался. И что-то части мутантов ни с кого не падают. В прошлый раз падало. Может вырезали? Я, если честно, признаюсь, я не читал особо патч-ноуты, что за год произошло. Потому что, опять-таки, последнее обновление относительно свежее. В октябре 19-го года. Но чё-то дроп с мутантов не падает. Может я просто не везучий такой. Вот он, Скадовск. Там, кстати, под его жопой можно сохраняться. Я помню, было такое в прошлом году. Пофиксил ли этот разработчик сейчас? Ну потому что, как бы, фактически я нахожусь не на Скадовске, правильно? А сохраняться могу. Опа, аномалия. Всё, уже в этой области считается Скадовск. Я уже не могу доставать ни оружия, ничего. А, ну смотри, жопа. Иии, нет, не могу. А может я ошибся, нельзя было? Да не, вроде можно было. Но в любом случае, можно старые серии пересмотреть и узнать. Всё. Раньше я за одну серию только до разведчика сходил и обратно. Или там, не знаю, за свечением. А сейчас я стараюсь просто всё старое нагнать, что было. Ну чё, тебя заинтересует КПК разведчика? Значит, помер Тоха. Ну и пёс с ним. Информация полезная сохранена. Дам за неё тысячу. И снаряги немного подкину. А чё будет, если я напишу? Придержу пока. Да ничего. Ладно, забирай. Патроны 40 штук, кстати, и 1000 рублей, бывай. В принципе, в принципе, если очень жёстко подзапариться, то я мог не покупать те 40 патронов, что я у него купил. И каким-то чудом обойти собаку, а это возможно, я думаю, как-то вот так, знаешь, пройти, чтобы вот эти собаки на тебя тут не напали. Метнуться, и по сути-то без единого выстрела можно было всё это сделать. И сейчас получить 40 патронов. Да? Да, можно было, но что есть, то есть. Хорошо, что теперь? А, да нет, не всё. Вот тут наконец-то появился квест. Теперь я должен метнуться на станцию переработки отходов к наёмникам и украсть у них ту самую информацию, о которой говорилось в КПК. Где-то там, на нижних уровнях, как говорится, я должен забрать. Ну и всё. Ружьишка 1800 стоит, обрезик 1200. Ни на что не хватит, но, в принципе, пока пистолету нормально патронов, аптечка есть, бинты есть, всё, в принципе, есть. Ну что? Я бы, наверное, всё-таки пошёл к наёмникам, потому что там можно как-то по стелсу проникнуть на нижние этажи, забрать кейс и метнуться обратно на Скадовск, сдать этот кейс и получить какую-то опять награду. А там, глядишь, мне уже на ружьё хватит. Но всё это в следующей серии, которая выйдет, если вы поддержите это видео. Не поленитесь поставить лайк, если вам нравится. Тогда я сделаю всё в лучшем виде. Будем проходить до самого конца. Дойдём до Припяти, наконец-то, узнаем по поводу этих клан-дайков, что там и как есть, а не нет их. Ну и всё в этом духе. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. На группу ВКонтакте точно так же советую подписаться. В описании ссылка. Там конкурс новогодний интересный. Можете обратить внимание, закреплённая запись. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!